Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии пятницы. Снова мы на финансовых рынках и разбираем события фундаментального характера, влияющие на динамику тех торговых инструментов и активов, которые интересны нам. Мы следим за тотальным фундаментальным фоном. Я редко даю рекомендации относительно трейдинга внутри дня, потому что я считаю, что это не самое лучшее, что можно делать на финансовых рынках. Если относиться адекватно и реально к фундаментальному фону, нужно понимать то, что этот самый фундамент формирует только, ну как минимум, среднесрочные, а в идеале, скажем, долгосрочные тенденции. Вот на них мы как раз и ориентируемся. За минувший торговый день особенно что-то суперинтересного не произошло, но мы все-таки обязаны, друзья, сохранять вот эту преемственность фундамента, понимать, с чем мы работали ранее и на что мы ориентируемся впереди. Вот поэтому и брифинги проходят на каждодневной основе. Давайте посмотрим на то, что происходит с нефтянкой. На текущий момент Brent мы по-прежнему наблюдаем. В районе 64 долларов за баррель я, как и раньше, призываю вас, друзья, быть крайне внимательными и бдительными к тому, что сейчас происходит вообще в секции энергетики. Быть внимательными к фундаментальному фону ближневосточного происхождения. Мы видим то, что события на Ближнем Востоке уже оказали беспрецедентное влияние на динамику финансовых инструментов. В принципе, это еще раз доказало то, что Ближний Восток – это настоящий фундаментальный пороховой заряд для Brent и для WTL. Мы за ними внимательно следим. Напомню, что с пиков, которые были показаны, достигнуты Brent в ходе торговой сессии понедельника, котировки нефти уже впоследствии откатили. Произошло это на комментариях Саудовской Аравии о том, что после инцидента с нефтяной инфраструктурой, атаки дронов, им удастся быстро восстановить именно производственные мощности и выйти на прежний показатель добычи нефти в 9,8 миллиона баррелей в сутки. На ликвидацию последствий понадобится около трех недель. Мы об этом также, друзья, говорили. Пока что все экспортные обязательства покрываются за счет тех объемов добычи, которые еще сохранены, и, конечно, за счет имеющихся стратегических резервов и запасов. Казалось бы, можно выдохнуть, раз так Саудовская Аравия справляется с уже реализованной угрозой и риском потенциального неисполнения своих обязательств, и мы можем не негативить в связи с тем, что рынок не досчитается определенного объема поставок со стороны данного ближневосточного государства. Но не все так просто, друзья. Как минимум, инцидент с инфраструктурой Сауди Арамко показал нам, насколько уязвимой является эта тема, насколько небезопасна ситуация с нефтяной инфраструктурой. Мы до сих пор следим за ходом расследования. Мы знаем то, что Саудовская Аравия готова и, возможно, хочет, и, возможно, даже представит в ближайшее время доказательства причастности к этому теракту, как было отмечено Тегерана, то есть Тирана. Мы помним про жесткую позицию США в отношении Ирана в связи с этим. И поэтому, друзья, я считаю, что мы, как минимум, можем с вами сейчас допускать следующее развитие событий. То, что при сохранении подобной риторики в отношении Ирана будут усилены санкции, это может очень сильно разозлить данное исламское государство и привести к самой настоящей полноценной кампании, возможно, даже военной, на территории этого ближневосточного государства. К тому же не стоит забывать, что Иран, в принципе, ранее не раз намекал, что может пойти на определенные действия в Армузском проливе и может начать чинить препятствия именно для транспортировки нефти через вот это узкое горлышко, через которое фактически проходит больше 20 или даже 30% всего нефтяного экспорта. То есть я думаю, что мы можем говорить о Ближнем Востоке не как о том, что привело к мощным движениям на рынке нефти в начале этой недели, о том, что события там продолжат развиваться и в конце концов дадут, возможно, еще не раз, возможности для покупателей отстоять свое лидерство и потенциально даже добраться до 70 долларов за баррель. Но опять же, друзья, это торговля на форс-мажорах, торговля, сопряженная с колоссальными рисками. Если вы готовы рискнуть, удачи вам, но я все-таки рекомендую пока не рассматривать нефтянку с точки зрения продаж. Доллар-иена 107.83, ситуация, как я уже отметил, особо не изменилась за время прошлой торговой сессии. Напоминаю то, что центральным событием для доллара было заседание Федрезерва, Паул второй раз в этом году, и так уж совпало, второй раз с 2008 года понизил процентную ставку. Ну, конечно же, Паул не был у руля с 2008 года Федрезерва, но, скажем так, ФРС пошел на смягчение экономической политики. В то же время, почему реакция доллара была довольно вяла? Потому что, несмотря на снижение ставки на 25 байсных пунктов, Паул позволил себе сделать комментарий о том, что текущих умеренных, это, наверное, ключевое слово, действий будет достаточно для того, чтобы оказать поддержку экономике и помочь ей противостоять глобальным рискам, связанным в том числе и с торговой неопределенностью. При этом не было никаких указаний относительно того, как станут меняться процентные ставки до конца этого года. Это, на мой взгляд, была самая настоящая ошибка Паула, поэтому мы ждем соответствующей критики со стороны Дональда Трампа, потому что он явно уже намекал, призывал и фактически угрожал Федрезерву о том, что нужно действовать более проактивным ключей, нужно проводить ту политику, которая будет ослаблять курс американского доллара, особенно на фоне действий прочих регуляторов, которые уже пошли на подобные шаги. Золото 1504. Я призывал вас, друзья, покупать золото, когда мы были ниже 1500 долларов за тройскую унсу, сейчас выше. Я думаю, что дальнейшее ралли продолжит развиваться, если мы снова вернемся к 1500, это еще раз. Друзья, подумать вам, не стоит ли зайти в этот сектор, в этот актив и попробовать поучаствовать в дальнейшем ралли до цели 1550. Доллар канадец 1.3265. Сегодня мы ждем данные по уроничным продажам. Они выйдут в 15.30 по московскому времени. Мы получили на этой неделе слабые данные по инфляции, которые тут же стали еще одним доказательством того, что канадский регулятор также пойдет на стимулирование монетарной политики. Если сегодня мы зафиксируем слабости и в потребительском секторе, в принципе, розница и дает нам возможность сделать выводы по активности в этой отрасли, то тогда Банк Канады уже через месяц продолжит тенденцию прочих регуляторов и также снизит процентную ставку. Это решение еще не заложено в курс, поэтому я считаю, что мы можем его очень неплохо отработать. Поэтому по доллару канадцу цель теста ближайшего сопротивления 1.33 и дальнейший рост по районной отметке 1.35. Такие же ожидания по снижению процентной ставки, только, возможно, более вероятные действия со стороны Резервного банка Австралии. Сейчас я говорил уже на этой неделе о том, почему Резервный банк Австралии действительно может понизить процентную ставку не как мы ранее ожидали в ноябре, а уже в октябре. И явным доказательством этого выступил провальный отчет по рынку труда уровень безработицы вырос до 5.3%, в то время как Резервный банк Австралии наивно полагал, что последних действий, стимулирующих, будет достаточно, чтобы сбить этот показатель до 5%. Но реальность такова, что ситуация ухудшается. Если мы еще вспомним про риски замедления экономики Китая, и если китайская экономика просядет ниже 6%, что очень, весьма вероятно, то рынок труда Австралии потеряет еще около 300 тысяч новых рабочих мест. Имейте это в виду, друзья. Цели по австралийцу 0,65-0,66 остаются прежними. Евро против доллара 1,1058. Здесь без комментариев. Европейская валюта держится выше планки 1,10. И, как я отмечал, если удержимся выше этого уровня до конца этой недели, будем евро покупать. Я пока не отказываюсь от этой идеи. Фунт против доллара 1,2551. Вчера фунт показал мощное ралли, растет. И сейчас это все следствие сообщения о том, что вчера Лондон отправил Европейский Союз новый документ соглашения, потенциального соглашения, конечно же, об условиях мягкого Брэлзита. Этот документ по подробностям пока я ничего не могу сказать. Друзья, будет несколько технических заседаний. Я думаю, что первое состоится уже сегодня без прессы. Комментарии будут только на следующей неделе. Но что-то подсказывает мне, что там по-прежнему сохранены условия бэкстопа, которые, разумеется, точнее, сохранены со стороны Европейского Союза требования о бэкстопе. Это основной камень преткновения, который не позволит странам, ну, по крайней мере, на текущем этапе, выйти на те условия Брэкзита, которые устроили бы всех. Поэтому, в принципе, политический риск он остается таким же значительным, как и раньше. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.